Идите вон к себе потом, пожалуйста. И заходи сюда тоже. Хорошо. Можно позже подойти к вам? Только без камеры. Короче, у нас целый поезд на нашем распоряжении. Смотрите дальнейшие видео. Друзья, всем привет из Сочи. Сегодня я со своим другом Игорем отправляемся. В общем, мы город Гагра, Абхазия. Вот на таком туристическом поезде. Поезд следует из города Туапсея в сторону Гагры, в Абхазию, через границу. Время пути из Сочи до Гагры занимает примерно 3 часа. Не знаю, почему так долго. Расстояние там примерно 62 километра. Ну, что-то в районе 65 километров. Говорили, что поезд старый. Путь у нас будет через Адр, соответственно, через границу. Время займет около 3 часов. Не знаю, почему так долго. По расстоянию где-то 65 километров, что-то около того. Ну, 3 часа занимает. Поезд туристический, направление это недавно открытое. В Абхазии я не был ни разу, поэтому все эти эмоции будут, ну, наверное, неподдельные. Посмотрим. Пока нас сейчас вез сюда таксист, уже нам рассказал, что будьте аккуратны. Держите свои вещи на себе. Потому что, говорит, у меня даже там запаску украли на машине, пока он спал. Так что, надо быть на чеку. Но я надеюсь, что у нас все пройдет нормально и будут хорошие впечатления об Абхазии, да? В общем, вот так вот выглядит поезд. А можно у вас узнать, почему долго так поезд идет? 3 часа примерно? В границе мы стоим только 2 часа. А нас будут там обыскивать, проверять, да? Досконально каждого. Паспортные данные. А так не обыскивают там вещи и все такое? Если они едут в кабаритную сумку, они попросят ее отдать. А, ясно. Но к стенке не ставят вот так. По рекламе как бы поезд в ретро-стиле, что ли, по старину, но на самом деле вагоны современные. Или это сами вагоны внешне как бы выглядят как старые? А, стилистика, да? Да. Такая сохраненная. Это просто вот наш современный, да, такой внутри? Да, потому что здесь все вагоны абсолютно новые, но дизайн, вообще идея, чтобы немножко хранить в цирке. Здесь можно попить водички, стакан читать, кнопочку нажимаете. Вот так вот выглядит он внутри. Картины, кстати, висят. USB-розеточки. Все новое такое. Да, еще, по-моему, никто не ездил. Ну, может быть, ездили, несколько рисов этот поезд совершил, но так вот, все новенькое. Сверху вот какие-то матрасы, подушки. Ехать вроде недалеко, 60 километров. Мы на границе стоим на какое-то время длительное. 60 километров, три с лишним часа, представляете? Поезд, думали, что будет в ретро-стиле, его рекламировали, что он какой-то старый. Блин, вагоны все современные. USB-розетки, короче, туалеты все сортиры, чистые плоскарты, да, посмотри, он новый вообще. Кануровый. Вообще новый поезд, мы там в вагоне одни сыгрим, но там кто-то еще зашел, что-то так, в принципе, мы одни. Короче, у нас целый поезд на нашем распоряжении. А там есть один вагон такой, где все сидят как в электричке, то есть не плоскарты, а мы в плоскарте. Там он полный забит, там по 400 рублей, здесь по 750, здесь практически никого нету. Вот так вот начинается поездка, да, отправляемся, все прекрасно. Давайте, смотрите дальнейшие видео. Что у нас отрегулируется на освещение, да? Персональные светильнички есть, есть вот эти розетки, можно телефоны заряжать, USB-розетки, телефоны. С проводных зарядок только что нету, да? Ну, все, все такое прям, пахнет, да, как в новой машине. Кондиционер, табло, туалет тоже. Туалет такой. Вот такой вот туалет. Хай, все чистенько вообще. Пахнет романтизатором, все романтизаторы. Даже этот, короче, душ, смотрите, гигиенические есть. Вообще, ну, это прям прорыв какой-то. Слышишь, не похоже, что это немецкий поезд, потому что я в немецких ездил, вот в Сименце, да? Там прям видно, что это импортно. А здесь, мне кажется, прям это оно вот наше место. То есть, что у них здесь получается два справедливых места, да? Да, да, это оба места нижние, получается. Продается билет здесь только по одному месту. То есть, второй, никто уже пассажир с вами рядом не сядет. То есть, вот эта вот, получается, зона, она на двоих человек, да? То есть, тоже здесь два места, да. Ну, сейчас вообще, то есть, вагоны пустые. Мы видели, да, я проходил там сколько? Ну, это буквально целая 6. Меньшная, может быть. Ну, с детьми ели. А, ну да. Ну, стилистика прикольная. То есть, внутри все, ну, картина, да, такие обычные. Но, как бы, внутри все современное. А снаружи вагон такой, ну, как бы, ну, старый вагон, да, советский. Советский такой. Чисто аккуратно. Фасад советский. Такой интересный момент, я хотел сказать, что мне недавно, ну, меньше чем полмесяца назад, обратились промоутеры, короче, этого маршрута, этого направления поезда и предложили поездку в этом поезде, чтобы я осуществил, ну, на рекламных, как бы, условиях, да? То есть, это я бы посвятил бы этому видео. Но нужно было расхваливать, короче. Потому что это же за деньги, получается, они платят, и, соответственно, тут объективности уже никакой. Я должен работать конкретно на рекламодателе. У меня не получилось с ними поехать, но они мне предложили другой маршрут в Анапу на поезде, который идет, по-моему, или 7, или 9 часов. Ну, это, короче, жестко, да? Ехать 9 часов, это как лететь с Москвы на Камчатку. Поэтому в Анапу я не согласился. А здесь, почему мы сами решили поехать? Потому что здесь я вам могу дать объективную информацию, показать, что и как происходит в этом поезде, что он из себя представляет. Потому что если бы мы поехали, как бы, за деньги, то объективности бы вы не увидели никакой. Поэтому в этом-то и вся фишка, что мы все вам расскажем и покажем. И море такое, штиль, да? Народу немного. Еще восьми утра нет получается. У нас поезд стартует 7.45. И мы сейчас... Ну, самое замечательное, то что мы, в принципе, весь наш маршрут будет проходить вдоль береговой линии. И мы сможем посмотреть, как отличаются, да, так сказать, пляжи. Наши сочинские от абхазских. Ну, в абхазии, мне кажется, просто они все будут такие более дикие, более натуральные. Поэтому вид будет, конечно, приятный. Сочин, просто все застроено. Все это с этими строениями. Поэтому природная красота, она отсутствует. Вот, смотрите, какое... Сарай как-то стоит на воде. Видел, да, Игорь? Где? Сарай на воде. В общем, так как эта поездка получается у нас независимая, я думал, что как бы мы найдем здесь какие-то сейчас минусы в этом поезде и будем говорить, а-а-а, вот, какие изъяны-то они. Не ездите этим маршрутом. Но единственный минус, что поезд долго едет. Но, опять же, это из-за границы. Если бы на границе, наверное, не было проверок, то, конечно, чтобы быстренько было. Ну, вот, прикольно. Едем и мы хоть видим все пляжи. Как, что они из себя представляют. Правда, заборчики везде. Платформа. На дешевом люди загорают, смотри. Нудистский пляж. Заинтересовался, да? Ты же мне показывал уже. Да, не-не-не. Я тебе рассказывал, что есть такое, но не показывал. Не, мы останавливались на машине. А, ты же меня еще упрашивал. Пойдем, пойдем, да? Да, да. Пойдем. Я как раз бабки не сказал. Ты сказал, что он уже там был, не хочет. Не, на самом деле, не были. Просто, а что там ничего не снимешь? Если снимешь, то на ютубе ролик сразу забанят. Поэтому мы туда и не ходили. Да. Я говорю, мы так всем и говорим. Да, мы так всем и рассказываем. А сами с утра до вечера на дешевских пляжах, да? Голошок. А это, чтобы не так ярко было? Да. И знаете, что выдает, что это у нас производили? Вот мы смотрим просто на отделку, на все, на качество вот этих материалов, на пластик, который применяется вот на столике. Ну, может, это фурнитура-то импорта. Но вот выдает, например, видно, что делали у нас вот эти вот курочки дизиновые, да? Такие, как в советских автомобилях. Вот. Не, ну, они нормально выполнены, но просто вот в этих деталях, видно, что наша сборка, розеточки, все это импортное. Потому что у нас это все не производится. Вот эти все материалы, пластиковый вот этот под дерево, это же тоже все импортное производство. Ну, все, блин, добротно, качественно сделано. Так что поезд нам уже, это вообще понравился. Будет приятно ехать. Ну, мы сейчас едем, я рассматриваю пляжи, потому что на машине нереально в Сочи подъехать вот к этим ко всем пляжам. Ну, то есть, дороги не везде есть. То есть, чтобы, к примеру, на какой-то пляж выйти, нужно где-то вот там заехать, в каком-то определенном месте машину поставить и идти по береговой линии. И я вот сам, вот сейчас мы проезжаем пляж Мацеста, я на самом деле на многих пляжах-то и не был. И что ты там набрал, Дим? Я, блин, сначала взял рюкзак и пакет с вещами. Короче, на Северный полюс можно ехать. Я понял, что я с этими пакетами буду смотреться как-то ненормально. Еще ручки, если порвутся, потом буду эту сумишину собирать. В результате взял чемодан. Острый у меня там, тапочки у меня там, зубные щеточки, зарядки. Ты, наверное, поэтому обратные билеты не брал, да? Остановились в Адлере на вокзале. Никто в поезде не сел. То есть есть один вагон, не один вагон, а, может, несколько здесь, которые выполнены как обычные вагоны в электричке. Они вот полные практически, а плацкарт пустой. В Адлере там никто не присоединился, у нас так вагон на 80% пустой. На границе нам девушка сказала, проводник, выходить мы не будем. Будет проверка документов, ну и выборочный контроль подозрительных личностей. Если мы попадем под таковых, нас прошмонают. Но запрещенного мы ничего с тобой не везем. Все, что есть, все мы сейчас съедим и выведем. Пойдемте с вами посмотрим, что в этом поле здесь еще есть интересного. Что он из себя представляет. Вагон, ресторан. Вагон, ресторан даже есть. Здравствуйте, а вы работаете, да? Да. Работаете, да? Здравствуйте. Работаете, да? Ну, пока мы не работаем. А так, можно просто меню посмотреть? Можно не снимать, пожалуйста, ничего. Да потому что. Идите вон к себе потом, пожалуйста. Потому что сейчас мы становимся на границе и снимать нельзя. И заходить сюда тоже нельзя. Хорошо. Можно позже подойти к вам? Только без камеры. Все ясно. А почему нельзя снимать? Потому что мне не надо снимать. Вы можете снимать все, что здесь похоже. Видели, как вы в отношении? Все, снимать нельзя. Я захожу и парня спрашиваю, можно ли зайти и посмотреть. Вы это все видели? Парень говорит, да, вот обернулся. Потряси, вагончик ресторан, кстати, если о том пошло. Вот эта баба-хабалка сразу. Уйдите отсюда, нельзя снимать, не снимайте ничего. Я камеру выключил и говорю, я сейчас без камеры. Он говорит, камера здесь, не подходи сюда. Я говорю, ну подойдите сюда, где камеры нет. Вы знаете, меня попросили, промоутры ваши, ну как есть, меня же просили снять этот маршрут, показать, насколько он удобный, настолько тут качество сервиса, настолько все сделано для туристов, чтобы люди путешествовали и наслаждались этой поездкой, несмотря на длительное состояние на пограничном контроле. А вы, говорю, начинаете как у себя на кухне, на меня орать. Я всегда такая, вы просто меня не знаете. Я говорю, да я вас не обязан знать. Я вас вообще не должен знать. Я просто клиент, который заплатил деньги и хочу проехать с удовольствием. Вы можете два слова вежливо сказать. Извините, пожалуйста, сейчас пограничный контроль, подойдите попозже, когда мы будем в пути и все снимите. Да я вам нормально сказал. Вот так вот и живем. Никакой вагон там красивый, наш менталитет не изменит российский. Ну я не говорю, что все люди такие, но вот встречаются такие персоны, достаточно часто, кстати. Ребята, вот такой вот нас, смотрите, везет тепловоз, как это правильно сказать, тепловоз или электровоз. Он такой прям старинный, да, видно его. Мы уже в Абхазии, сейчас видим кавказские границы, получается. Мы уже въехали в Абхазию, но контроль будет у нас сейчас дальше. Все такое, знаете, все в зелени, прям, конечно, тут более все натуральное, более природное, что ли. Застройки такой нету высокой, поэтому деревня, да, такая. Ну интересно посмотреть. С этой стороны вот море, гостевые дома, видите, как выглядят. Очень просто. Прям такие хибарки, что ли. Ну, есть вот посвежее постройки. Сразу в глаза бросается, что здесь, ну, все в зелень, такое буйство просто в зелени. Мало что застроено, частный сектор такой. В отличие от Сочи, где вот настолько плотные все строения, такого живого места, можно сказать, не осталось. Здесь как-то более натурально, что ли, да, вот в этом кайфе, да? Для глаз вообще картина такая, более приятная. Игорь, он не может оторваться от экрана. От экрана. Насколько чистая вода, и вот только здесь ты понимаешь, что насколько в Сочи грязная вода. Мутная, да? То есть в Сочи вообще такого близки нету, чтобы вот так вот все на глубине уже там, ну, на береге, да, на каком-то расстоянии все было, все камушки было видно. Прозрачно. Прозрачно. Вот насколько город загоритает воду. Поэтому сравнить это только, вот сравнение, да? Обалдеть. Обалдеть. Только когда вы сравните сами, увидите своими глазами, какая вода в Абхазии, вы поймете действительно, что в Сочи, вот как бы мы ни приходили, смотрели, о, чистенькая там. Но ее видно, что она чистенькая, только вот буквально, когда ты там на полу, на метр заходишь, да, и все. А здесь она вся офигенная. А это о чем говорит, что Сочи резиновый город стал? Просто он переполнен населением и, соответственно, продукты жизнедеятельности, ливневки. Вот кто-то там говорит, в комментариях пишет, вот что, вы откуда, говорит, это, взялись, откуда вы знаете, что там канализация сливается на пляже, ну, в центре города, например, на маяке. Ну, так вы пройдите по бунам и почувствуете запах канализации. Когда проходишь по бунам, это отчетливо чувствуется. Тем более все коммуникации на трубы, которые были заложены в 60-х годах прошлого века, они, конечно, уже имеют какие-то конструктивные трещины, там еще что-то. И вся эта вода попадает, в результате в любом случае стекает под действием силы тяжести, да, природные, попадает, все это в море сливается. Поэтому чем больше город, тем грязнее вода, это понятно. Здесь населения очень мало тут. Сейчас мы едем, вообще стране нет, пляжи чистые, вода чистая. И смотрите, смотрите, ребят, вообще вода просто бомбическая. Ну где такое в Сочи, а? Вы просто видели такое? В Сочи редко такое увидишь. Утром, рано, где-то, может быть, на диких пляжах, да, отдаленных, когда нету дождей. Там вообще идеальная вода кристальная. Ну, бомба, бомба. Кстати, у нас это бортпроводница, хотел сказать, проводница нашей, да, такая печетка классная, нам вообще понравилась. Она такая любезная, да, там, на все наши, как бы эти. Правда, так она нас хочет сохранить красивыми, нас поэтому, видимо, обморозит. Вот, единственное, что кондер работает сильно, поэтому берите с собой по-любасу какие-то вещи, чтобы не замерзнуть. Ну, или путаетесь в плед, да. И, конечно, лучше, наверное, все-таки ехать в кроссовках, а с тобой тапочки уже пряжные брать. Ну, так будет удобнее. Я вот лоханулся, короче, забыл обидеть кроссовки, по его в пляжных тапках. Ну, ладно, у нас. Первые два плацкартные вагона, дальше вагон-ресторан. А после вагона-ресторана общий вагон получается. Там купешный, общий сенсорный грамм. Правда, брызгается. Все чистенько. Идинический душ. Я уже снимал, правда, другой камерой. Окошко можно открыть. Смотрите, что там море у нас. И на бананах, когда этот дозатор, ну, короче, брызгает, освежит. В общем, какие вопросы нас волновали перед тем, как мы выехали в Абхазию? Первое. По каким документам можно заехать в Абхазию? В Абхазию можно заехать по любому паспорту. По российскому общегражданскому паспорту и по заграничному. Второй момент. По поводу связи. В данном случае пользуюсь мегафоном. И сейчас, как только мы, чуть-чуть позже, не как только, мы уже пересекли границу, выехали из России, прошли пограничный контроль. И сейчас мы подъехали на какой-то, еще минут 15 ехали, подъехали на пункт контроля в Абхазии. У меня сразу пришла смс, что тариф 119 рублей, 1 гигабайт интернета, 60 минут, исходящих в Россию и любых входящих. Так что без проблем мегафон работает. Так что не переживайте, автоматически роуминг включается. Если вы побывали в Грузии, то со стороны Грузии вы в Абхазию уже не заедете. Потому что, видимо, какие-то сложности со стороны Сочи без проблем. Но я знаю, что это связано с тем, что натянутые отношения Абхазии с Грузией. Абхазия раньше была часть Грузии. Поэтому даже если кто-то собирается поехать в Турцию, все автомобильные маршруты строятся в объезд Абхазии через Грузию. То есть, если, допустим, я бы поехал из Сочи в Турцию, я бы доехал до Туапсе, на Майкоп. И, ну, короче, делаешь такой крюк, да. Конечно, логичнее и удобнее ехать через Абхазию. Но из-за того, что такой политический кризис есть, даешь вот такой большой круг. Это, конечно, накладно и по бензину, и по времени. Из-за этого маршрут растягивается. Но зато можно посмотреть природу красивую нашего Кавказа. Это тоже плюсом, несомненно, является. Ехать, на самом деле, немножко, как бы, долго, да. Ну, не то, что ехать, а стоять. Мы простояли на где-то минут 40, наверное, на российской границе. И еще здесь минут 40, да, то есть полтора часа, как минимум, мы потеряли на границах. Поэтому на машине, наверное, будет быстрее. Но здесь это все комфортно происходит. Не надо бегать никуда, там с чемоданами. Прошли паспорта, проверили. Ничего нас не обыскивали, не проверяли. В основном проверка была на российской границе. Игоря прям с пристрастием допрашивала девушка, да. У него паспорт потрепан и старый, поэтому вызвал подозрение, может быть. Но на российской границе прям все так строго, да, по суровому выражениям лица девушка. Молодая, симпатичная, но такая прям, да, железная леди. Станьте, сядьте, куда едете, номер квартиры. О, Игорь Шапишевн говорит, квартиры, в которой вы проживаете прописанные. Он говорит, у меня дом, номер квартиры. У меня, говорит, дом. Нет квартиры. Окей. Короче, проверял, да, может ты там не знаешь адрес. И такая, вопросами такими, ну, наводящими, спутанными пытался его пробить. Реально ли его паспорт, он все данные своего паспорта знает. Кстати, туристов много, да, вот именно российских туристов. Красивая, красивая вода, да, 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 чистенькая. Какие камни красивые. Да, в Сочи такого не увидишь. Смотрите, это автовокзал такой. Офигеть, автовокзал, да. Вот там нету, да? То есть, частично люди живут. Вообще, в шоке. Я в шоке. вот такая жизнь жизнь остановилась как будто но с другой стороны вот заброшенное теплостан какая-то котельная а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дуапсе-Гагра Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 хашлама 400 грамм 170 рублей нормальная цена суп харчо 400 грамм 200 рублей смотрите какие банановые пальмы просто шикарные сначала этого года зимой померзли вот они вымыхали опять такие может быть зимой и морозов не будет они как бы еще такие пышные пыш пышнее станут а если мороз зато он бьет их и они прям под корень такие все валятся и из земли заново вырастает прикольно ну вот и бананы на них вот такие с мизинец маленькие то есть они цветут там тоже пачка этих бананчиков но не вызревают не хватает немножко им тепла в отличие от анталии где вызревают баран здесь вот к сожалению климат немножечко не дотягивает потекло но здесь и в сочи принципе одинаковый климат такая заметка мы ехали сейчас с русланом на такси и он останавливается там у него то есть он уже взял клиентов как выдастся на практике он останавливается по дороге берет у своих знакомых или родственница сажает короче едет дальше ну что увидел там тоже да вот у них так вот что ну останавливается подвести несмотря конечно мы не против были просто интересно что ну как они к своим относятся ну такая вот особенность неприятные так как бы люди и то что мы вышли вот в сочи например ты выходишь железнодорожного вокзала или ты выходишь например с аэропорта тебе таксисты никто кофе даже когда не такого даже я даже не знал что могут предложить кофе тут да давайте подходите к нам мы вас кофем угостим да и уже потом как бы поедем типа у меня кстати вот на самом деле в голове были стереотипы они до сих пор остаются и по поводу того что ну вот не совсем тут все идеально как-то не просто я начитался до различной информации насмотрелся негативных там отзывов не в силу того что я специальных искал просто мне за годы пока я проживал в сочи такая информация то попадалось потому что я живу в сочи соответственно какие-то новости читаю криминальные тут ситуации были такое имело место быть но и сочи такое тоже происходит не такого города где бы как бы криминала бы не было всегда больше памяти остаются негативные отзывы и поэтому какой-то стереотип такой обходе сложился что здесь не совсем благополучный отдых и вот на примере нашей поездки мы этот миф либо подтвердим либо разрушим я бы конечно хотел разрушить и показать им ту обходе который вот она наш взгляд вот час мы увидим нам пока все очень нравится все очень мило поэтому хотим такую и дальше и видеть чтобы она нас удивляла положительные эмоции нам доставляла вот так вот так что я хочу этот ролик чтобы было именно на позитиве ну и пока нам все все нравится здесь воздух хороший и чувствуешь себя как бы нету вот этой плотной застройки нету какой-то духотище от асфальта от бетона что что есть в сочи в любом микрорайоне куда ни заедите везде это духота от бетона здесь какая-то вот такая прохлада такая природа и запах вот этот знаете и крежего немножечко воздуха с сыростью такого приятного вкусного вот я вот сейчас здесь ощущаю у себя я уже не чувствую потому что там все вокруг застроили и идет эта стройка стройка вас со всех сторон а здесь вот такая вот приятная атмосфера и воздух просто невозможно надышаться вкусный вкусный и какой принесли нам компот да офигительный с фейхла вот ягодки фейхла здесь этикеточка даты изготовления все как положено и сверху ну блин вообще здорово сейчас марина официант который нас уже подошла и я как раз поделился своим восхищением по поводу вот воздуха который такой здесь воздух классно она говорит да здесь нету столько столько бетона не много зелени и поэтому я свою абхазию никогда не променяю здесь экологически прям курорт такой супер экологичный курорт вот наверное название более подходящие для абхазии экологичный курорт слышал много нюансов по поводу воды что здесь с водой проблема мы сегодня будем спрашивать людей хотелось бы узнать вот насчет водопроводной воды на какого она здесь качества качапури конечно нам принесли огромный да салат продаю игре какой-то там скурска из говядины небольшой вот такого размера небольшие порции это греческий салат фейхла прям плавает компоте ягодки компот свихла вообще обалденный кстати варенье свихла тоже классно что скажешь про салат греческий салат и в африке греческий у тебя как называется горячий сковорода я дальше шипящий но она горячая а у меня чинахи горшочек небольшой кстати брали чинахи я показывал на набережной где пляж-маяк кафе у пальмы там брали чинахи в горшочке тоже побольше конечно порция была здесь такая скромненькая с игорем перекусили вышло у нас на то что я сейчас показывал на 1760 рублей оплатил я онлайн переводом карточки короче у них терминала нету поэтому они не принимают карточки но мне кажется что по деньгам то что мы поели зачем мы в столовке например патиссон или сели поели вышло бы по дешевле я думаю что не тысячи семьсот шестьсот рублей поели бы были рублей на 1200 наверно так как мы ели плюс еще до полторы тысячи счет плюс 10 процентов но вообще сумма тысячи сушат вышла я считаю что конечно это не дешево но у нас привезли вы уже с чемоданом бегать пока не будем сейчас найдем место где мы остановимся в этом чемодан пойдем погуляем переходим на дорогу именно где положено на пешеходных переходах чтобы раз если что не штрафанули потому что ты его знает сейчас еще выпишут штраф но смотрите номера все да все приезжие все туристы со всех регионов все регионы по со всей россии принципе до машин в основном мне кажется местных машин даже здесь сейчас меньше чем вот едут 43 регион 126 регион ставрополь я даже многих регионов не знаю авгазские тоже конечно есть машины больше туристов колебки вообще здоровые сочи лет больше ста лет ему скорее всего дарит 150 120 лет принц здесь был за это дельбургский дай в левую еще этот дворец . шум на пыль дышать нечем да здесь прям дышится шикарно шикарно дышится до а мы только приехали на такси сюда с вокзала и сейчас идем погулять здесь на посидеть подышать ну это да да за вещами это можно знаю и техника тоже смотрите ключи все ценное тоже сумку говорю крепче держи а то придется дома пересказывать без камер без ничего останемся приедем домой будем рассказывать как все прошло песочек смотрели вход на пляж вот такой вот песчаный лежак 100 рублей зонтик 100 рублей туалет 20 рублей душ 50 рублей душ вот так вот выглядят эти беседочки тут такие красота да а горы какие прям высокие и рядом с берегом да такие высокие горы вид конечно шикарно мы сразу на пляж с чемоданами хорошо хоть я небольшой чемодан за не ну по сути если его открыть там у меня рюкзак и пакет так что вещей немного на чемодане хоть потом удобнее но тут на колесиках его не покатаешь да да было тут набережная что можно было право идти по дорожке прошлись мы по пляжу значит ничего на пляже никаких мы не увидели гостевых домов вот через дорогу видим что какой-то гостевой дом тихий дом называется сухумбан там же сейчас вот зайдем наш памятник здесь здравствуйте можно узнать у вас какая стоимость номеров короче по стоимости от двух с половиной до получается с видом на море с балконом да и с половиной три с половиной вот такой приличная гостиницы как бы минимум на трое суток они сдают то есть на сутки и мне интересно за тобой убирать я не один с чемоданом это радует отель гагра по-моему он не работает нет люстры горят внутри вот еще один rd отель сейчас зайдем спросим почему здесь номера вот еще один отель rd отель сейчас зайдем спросим почему здесь номера здравствуйте у нас остался один номер двухместный а сколько стоит ну за 1800 можно сдать 1800 номер здесь есть вот самый недорогой здесь вообще дорого зарядили в этом отеле грант хотел гагра 5400 смотрите кстати в гаграх пропускают напишу до перехода без проблем не прошло и полгода мы уже в пицунде ехали на двух маршрутках сейчас первую сначала сели маршрутку значит там такой блатняк играл до или шансон что такое прям шансон такой воровской значит про воровскую жизнь я даже достал короче телефон и решил ну немножечко снять эту атмосферу маршрутки парень который сидел за рулем увидел не снимайте удалите то что вы сняли но спорить не стали и пусть вас не шокирует что если вас просят убрать камеру есть в абхазии я зашел в отель решил снять вам номер что из себя представляет стандартный номер короче двухспальной кровати за 1800 в гаграх девушка там как увидел что я снимаю на камеру что это у вас камера да и там ну тоже такой вой подняла что маршрутки ехали я снимал просто стекло водитель к нам спиной сидел вообще никому не мешал камеры просто ну такое вот отношение плюс пускай вас не должно шокировать как вместе водитель остановится и будет с кем-то брататься на дороге это тоже нормально как бы так что здесь для этой страны это нормально поэтому вы не партись или и он останавливается снова берет какие-то вещи у своего друга там блужит к себе маршрутку и ну то есть и если он какие-то делает вещи которые не связаны с перед с перевозкой пассажиров да то есть это нормально они как бы друг друга здесь выручают таким образом но такие по-братски все там поэтому тут так так люди живут поэтому это надо нормально воспринимать если вдруг маршрутка остановится и водитель куда-то пойдет в целом вот мы приехали в пицунду сразу бросается в глаза что в пицунде инфраструктура какая-то вот это тротуарчики насаждения ну вот вообще так уже чувствуется что город такой ухоженный вот именно что ухоженный город сейчас проезжали пока мы ехали с гагрой в пицунду проезжали ему очень много садов такие территории которые огорожены персика персиковые сады и достаточно много да потом проезжали виноградники еще да то есть земля обрабатывается это радует что вообще как бы из этой республики могли бы сделать аграрно вот как в турцию приезжаешь там поля 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 все высаживаться вообще абхазия бы кормила не только сочину вообще тут весь весь кавказ могла бы кормить аграрно 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 аграрно